Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Огромное спасибо, что заглянули. Кто не в курсе, я в деревне, под деревом хурмы, решила снять для вас мукбанк. На самом деле, я у себя в голове представляла это гораздо красочнее, гораздо круче. Но когда я поставила камеру, посмотрела, как это выглядит со стороны, мне, если честно, не очень понравилось. Поэтому я пока что даже думаю, буду ли я опубликовывать это видео или всё-таки нет. Но в любом случае, снятие его уже собралось. Итак, что у нас сегодня? У нас долма из листьев винограда. Причём обычно у нас консервированный виноград. Листья винограда консервированы, а в этот раз это наш виноград, который вот здесь вот у нас. Вот, поэтому очень вкусно получается. Здесь листья достаточно нежные прям. Здесь у нас кефир, долга, хлеб. Мы сегодня с мамой встали в 6 и вот испекли такой прекрасный хлеб. Он свежий, мягкий. Просто обожаю его. Здесь огурчик, помидорки, болгарский перец и так далее. Приятного аппетита вам, если вы тоже кушаете. Я, честно, очень голодная. У меня вчера всю ночь болел зуб. Я никак не могу понять, какой зуб. Вроде бы я недавно все зубы вылечила. Но у меня есть такой косяк. Я плохо чищу зубы. Мой стоматолог говорит, что... Именно поэтому... Все так происходит. Надо тщательнее чистить зубы. Поэтому, наверное, скорее всего, завтра где-то в обед... Я поеду в Баку. Мама останется. Но дело не только в зубе, на самом деле. Дело еще в том, что есть кое-какие процедуры, на которые мне нужно пойти. Когда мы приезжали сюда, мы думали, что мы останемся всего недельку. А потом мы с мамой решили остаться здесь на месяц. Но я не взяла с собой так много вещей. Мне надо сходить на лазер. Мама говорит, кто тебя здесь видит? Зачем тебе лазер? Одно дело, ты стараешься выглядеть хорошо для кого-то. Я стараюсь выглядеть хорошо исключительно для себя. У меня классное настроение, когда я хорошо выгляжу. Когда маникюр-педикюр у меня на уровне, я просто... Я просто чувствую себя чуть-чуть счастливее. У кого тоже так? Пишите. Дело тут далеко не в том, что кто меня видит, а кто-то не видит. Нет. Мне комфортнее, мне приятнее. Плюс еще... Мне надо сделать педикюр. Я уже договорилась. Оказывается, в деревне есть девушка, которая занимается и маникюром, и педикюром. Делает гель-лак в домашних условиях. Делать недорого. Я уже договорилась. Хотела к ней пойти на педикюр. Ну, а потом у меня разболелся зуб. И я подумала, раз из-за зуба я поеду в город. Захвачу я все остальное, что осталось там. Больше летних каких-то нарядов. В общем, все возьму с собой. Как говорит мой брат, вот эти все косметологи, дерматологи, не знаю, маникюрщицы сажают вас на иглу. В какой-то степени это так, на самом деле. То есть, когда ты понимаешь, что ты можешь сходить, например, на лазерную эпиляцию, и два месяца ни о чем не париться, три месяца ходить. Уже просто не хочется переходить на эпилятор, на лезвие. К хорошему, как говорится, быстро привыкаешь. В моем случае очень быстро. Поэтому я составила список дел, которые нужно сделать в городе, что купить. Например, кстати, я начала загорать. И у меня есть крем от Калиник. И там SPF 15. А мама не хочет загорать. И ей нужно купить крем с SPF 50. Мама очень быстро выгорает. И смотрится это просто ужас, потому что колхозный загар получается. То есть, она, например, в футболке, у нее здесь черно, вот здесь черно. Этот виксик пришел. Мама видео снимает. Сына пошел к черту. В общем, маме надо обязательно крем из SPF купить. Твиксу надо купить корм. Я вам в инстаграме рассказывала. Пришел Алекс. И за раз съел два с половиной килограмма твиксового корма. Он что-то сделает животному. Замечание сделаешь, поругаешь. Ничего. Поэтому надо ему корм купить. В общем, дело выше крыши. Ну, таких, знаете, по мелочи. Туда сгонять, сюда. Здесь так хорошо, честно. В городе такое ощущение летом, как будто ты в клетке. В будке. А здесь как-то и погода классная, и такой легенький ветерок. Можно позагорать. Кстати, я каждый день загораю. Правда, не сильно долго. 10-15 минут. Но эффект есть. Я не знаю, вы заметите или нет. Я просто, в отличие от мамы, очень сложно выгораю. Я наношу SPF крем. 15 с защитой. Предварительно скрабирую кожу. И лежу на солнышке. 10-15 минут. Обычно это где-то в 10. Полежала чуток. Встала, пошла. Уже 5 дней. Нет, сегодня шестой день, как я загораю. Вот таким образом. Еще вечером. Минут на 5. Возможно, это самовнушение. Но мне кажется, что я стала чуть-чуть темнее. Спросила у вас в инстаграме. Естественно, никто разницу не почувствовал. Но я сейчас наносила тон у меня от NYX в новом формате в оттенке алебастер или как он правильно называется. исправьте меня, если я неправильно сказала. Ну, в общем, он у меня всегда был как раз тон в тон. А сегодня, когда я его наносила, я заметила, что он для меня слишком светлый. Значит, хоть чуть-чуть я все-таки загорела. Ну, слава богу, в боку куча мне просто тональных разных оттенков. Есть тональные, которые для меня темные, которые я разбавляю со светлыми и пользуюсь как раз-таки один из этих тональных темных. Надо привезти сюда. Еще, кстати, девчонки, очень прошу вас поделиться информацией по поводу солярия. Я в инстаграме спросила у девчонок, столько всего негативного услышала, точнее, прочитала. Я просто, если честно, никогда в жизни не была в солярии, потому что всегда слышала, что это вредно. Но мне кажется, если в меру, сильно не переусердствовать, я сейчас ему дам, он кушать не будет. На! Твиксу всегда кажется, что то, что я кушаю, это гораздо вкуснее того, что я ему даю. Вот я ему кинула, он даже есть не стал. Хотя очень вкусно дома. нежнейшие просто листья винограда. Когда используешь грубые большие листья, получается не так нежно, не так вкусно. вам скорее всего слышно соседский шум, потому что я сижу прямо около забора. Я сначала хотела им сказать, чтобы они потише были, потом мне как-то стыдно стало. у нас вообще со всеми соседями отличные просто отношения. Мы со всеми общаемся. И благодаря этому у нас как проходной двор. Одни соседи придут, попьют чай, уйдут, потом другие, потом третьи. из-за всеми мы в хороших отношениях. В этом плане тоже классно. Общение. Хотя здесь, когда папа с мамой поженились, на этой улице было очень много молодых семей. прям поголовно. И сейчас у них уже взрослые дети. Ровесники мои. Я в этом году наметила, что уже все женаты. Девушки вышли замуж. Парни женились. На этой улице осталась только я, но так образно говоря. И мой друг детства. у них уже взрослые дети. У девчонок, которые 18, вышли замуж. В школу идут дети, прикиньте. Так что вот такие дела. Вот в этом году мне очень хочется быть темненькая. Я прям вовсю стараюсь загореть. Посмотрела в интернете кучу видео относительно автозагара. Но я наносила автозагар. Мне нравится оттенок автозагара. Получается такой шоколадный подтон. Мне он безумно нравится, но я не могу самостоятельно сама себе распределить его по телу равномерно. То есть у меня появляются какие-то пятна. Это смотрится ужасно. Мне бы какое-то место в боку в салоне или где, возможно, есть такое, где бы мне профессионал нанес бы автозагар так, чтобы не было пятен. по чуть-чуть темнее стали ножки и уже просто я кайфую. Как же мне идет загар. Мне кажется, загар в принципе так-то всем идет. Особенно, когда девушка белокурая, там, светлые глазки такая загорелая. Это вообще топчик просто. Мне столько всего ужасного написали про солярии. Что я уже туда не ногой. Что вызывает рак. Что появляются ожоги. Пятна бывают. Пигментация может появиться. насчет кстати пигментации мне кажется все-таки это скорее склонность к коже. У меня в основном кожа она однотонная и на ногах и на руках. И вроде я за собой не замечала, что у меня появляются какие-то пятна. Но возможно это пока что. какая вкусная была дома. Эту кстати тарелку я новую купила 3-4 дня назад. Прикиньте что я приготовила все поставила камеру думаю сейчас буду снимать мукбанк уже знаете такая с разъяренным аппетитом установила камеру поставила микрофон потом решила попробовать работает ли микрофон и как оказалось батарейка села я думаю блин вот первое видео в деревне у меня было такое вдохновение что я сейчас начну снимать и так далее думаю где теперь искать батарейку я в городе еле нахожу в деревне где найду короче проехались тут около 5 километров нашли большой такой магазин здесь абсолютно все и в общем там сразу на кассе я нашла вот эти малюсенькие батарейки энергайзер для моего микрофона хотя в городе не в каждом магазине их можно найти а здесь я сразу сладкая радостная была по дороге там заглянули покушали шурмы и уже все мукбанг отменился и вот все никак уже который день все хочу снять для вас видео потом завтра ладно не сейчас и постоянно откладываю и вот наконец-то я это видео засняла для вас вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца огромное спасибо что подписываетесь пишите как вам такой формат нравится вам или нет стоит ли снимать мукбанги или нет с вами была Айка всех люблю пока